МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент российского общества историков-архивистов. Автор более 300 работ по истории России и Европы 20-го столетия. Теперь я хотел бы остановиться на некоторых конкретных, о необщеисторических проблемах, которые были на Конгрессе, но которые фактически имеют более широкий контекст. Прежде всего, конечно, очень интересный сюжет. Это Россия в мировой истории. И как относится сегодня мировая историческая наука к истории нашей страны. Люди из старшего поколения, конечно, помнят период, особенно он был связан с после Второй мировой войны, началом Холодной войны, когда во всем мире, прежде всего в Соединенных Штатах, конечно, в Германии, как грибы росли, так называемые советологические центры, где готовились десятки советологов, как их называли, кремленологов, которые занимались изучением страны. Ну, они хорошо финансировались очень, потому что речь шла об изучении главного врага. Денег не жалели для этого. Но после 90-го года, после распада Советского Союза, интерес к нашей стране начал сильно падать. Врага нет. Живем практически по одним законам, в социально-экономическом плане, однотипные, похожие государства, идеологической конфронтации меньше, и, соответственно, интерес стал меньше. Главной работы у советологов стало очень мало. После того, как они были подготовлены, они не очень были нужны. Во времена Холодной войны были массы экспертных групп, объединений, министерств западных и так далее. И вот для меня было очень интересно посмотреть вот этот Конгресс. Как же сегодня выглядит интерес к России? Прежде всего я должен сказать, что это, конечно, очень большие сдвиги произошли. При всех издержках, при всех стереотипах, которые сохраняются в средствах массовой информации, прежде всего, в разных странах, в целом Россия рассматривается все-таки как страна, которая прошла свой нормальный путь развития, может быть, отличный в чем-то от других стран, но которая сегодня с трудностями, с проблемами, но движется по пути демократических преобразований. И, соответственно, как и в нашей стране, интерес стал больше даже не к 20 веку, а интерес к прошлому, историю нашей страны. Появились книги, первые, может быть, нового типа на Западе, связанные с нашей историей. Раньше писали такие, знаете, сводные книги, «История России», «Древности на наших дни», или что-нибудь, «Экспансия и сосуществование», значит, про нашу внешнюю политику, или еще какого-то такого толка. Сейчас вот только я перечислю вам, вот в прошлом году во Франции вышли сразу две вот такие книги огромные, одна биография Елизаветы Петровны, царицы нашей 18 века, а вторая про Александра Первого. Ну, автор книги про Елизавету Петровну, прекрасная работа, надо сказать, она сейчас переводится, будет издана скоро в России, так же, как Елизавета Первый. Ну, она считает, что Елизавета Петровна была более умудренной и опытной политической деятельностью, чем Екатерина Вторая, которая у нас, конечно, в России, некий у нас эталон, великая наша императрица. Вышли книги про Александра Второго, Александра Третьего, вышла биография Николая Второго, и это знаменует и в нашей стране поворот, как и на Западе, поворот вот к таким знаковым событиям и персоналиям российской истории. Я бы сказал, такой идеологический налёт, который был при освещении всех этих тем раньше, в значительной мере ушёл. Мы и в политическом плане, и я бы сказал, по истории нашей страны стали частью мирового сообщества. Осталось, конечно, сюжеты в некоторой нашей истории, которые служат некими, я это называю, болевые точки нашей истории российской, которые вызывают вот интерес и на Западе, и в нашей стране ещё в большей степени. Одна проблема, которая обсуждалась на Конгрессе, была связана с общей темой происхождения и крах империй. Вообще, тема империи в истории, она очень популярна. Есть международные проекты. Что такое империя? И в этой связи было специальное заседание является, или являлся ли Советский Союз империей. Вообще, в Англии вышла книга английского историка Ливина по поводу империй, сравнительный анализ, где он сравнивал Британскую империю, австро-венгерскую монархию, Российскую империю, но до 1917 года. И вот на Конгрессе обсуждалось, как относиться к Советскому Союзу. Любопытно, что докладчики, выступавшие от нашей страны, считали, что у нас была империя. Одна дама из одного, не буду говорить фамилию, университет. А оппоненты с западной стороны, ну, назовите зарубежные, всё-таки, мне кажется, давали более сбалансированный подход. Потому что у нас всё-таки это не классическая империя. Империя это в основном, в основном, конечно, не обязательно, это митрополия и колонии всё-таки. Кроме того, скорее наша страна подходит под термин многонационального государства, которое было. И всё-таки империя ещё означает из центра полное подчинение периферии. Но у нас же наши республики не были колониями. Хотя я потом скажу об этом, соблазн, который у них есть сейчас у некоторых историков. Вот эта тема, я думаю, что она будет продолжаться. Это интересная тема. И, соответственно, стал вопрос о крахе Советского Союза. Интересно, что на дискуссии, была ли Советский Союз и империя, один английский, значит, историк с места прямо спросил нашу даму-барышню, которая делала доклад, такая молодая, энергичная особа, он её спросил, значит, ну а как вы считаете, был ли предопределён распад Советского Союза? Или это средство, результат случайности? Или вследствие субъективного фактора позиции тех или иных людей? Значит, эта тема, она интересует наших западных коллег. Но она очень интересует наших китайских коллег. Я вам скажу, каждая китайская делегация, которая приезжает в Россию, историки, они имеют, видимо, такие общие у себя инструкции. Абсолютно на всех беседах, вот сколько и многих я принимал, дежурный вопрос. А почему распался Советский Союз? И почему произошёл крах коммунистической партии? Ну, очевиден, такой, я бы сказал, практический интерес к этой теме, поскольку всё-таки, несмотря на экономические успехи, и всё, все отмечают довольно непростую ситуацию внутри Китая, в плане политический, и так далее. Но, значит, эта тема, связанная с нашей историей, она была в Конгрессе. Второй момент, который интересует наших западных коллег всех по терминологии западных, не обязательно западных, это проблема феномена сталинизма. Их, конечно, очень интересовало, ну, отвлечёмся от чисто политической стороны дела, как у нас сейчас оценивает Сталин и так далее. Но они поставили вопрос в более таком, я бы сказал, в общем плане, что такое вообще сталинизм, как феномен социальный, политический, и в какой мере этот феномен имел аналогии в других странах Восточной Европы и так далее. И в контексте вообще понятия тоталитаризма. Тут я должен вам сказать интересная сейчас тенденция, вообще сам термин тоталитаризм, тоталитарное государство не очень пользуется большой популярностью, потому что многие сомневаются в возможности дефиниции, такой универсальной дефиниции понятия тоталитаризма. Есть классическое тоталитарное государство, это германские нацизм. А уже в отношении других есть уже разные точки зрения. Вот есть точка зрения, что Испания при Франко, например, вообще не была тоталитарным государством. Они вообще считают, что были довольно сильные либеральные реформы при франкинском режиме, особенно на последней стадии. Не говоря уже о Португалии, предположим. Итальянский фашизм, это был, конечно, корпоративное тоталитарное государство, но тоже со своими, так сказать, особенностями. Особо вызывает, конечно, в этом смысле сомнения Восточная Европа и Центральная Европа. И поэтому в исторической науке вместе с социологией идут поиски понятий соотношения тоталитаризм и авторитаризм. Может быть, авторитарное государство. Насколько тоталитаризм связано с понятием геноцида. Геноцид это один из признаков германского нацизма. Расовая теория и геноцид. Для меня, например, это один из решающих признаков тоталитарной системы. Поэтому вот в этом контексте понятие феномен консталинизма он изучается, он не уходит из поля зрения исторических исследований. Должен сказать, кстати, в этой связи у нас, если раньше вам это не знакомо, к счастью, у нас ведь были тысячи диссертаций защищались по таким темам, как, скажем, коллективизация в Тамбовской области или индустриализация в Пензе. Эти диссертации просто как печатались, как на печатном станке. Но сейчас к советской истории вообще почти нет интереса. Я не могу заставить у себя в институте аспирантов, не найти аспирантов, которые бы заинтересовались этой темой. Поэтому интерес вот к оценке вот этого не только феномена сталинизма, но советской истории очень интересен. Кроме того, есть еще один методологический вопрос. Сталинизм. Знак равенства есть между сталинизмом и советской системой? с моей точки зрения нет обязательно знака равенства, потому что советская система, которая существовала, не обязательно. Это одна сторона дела, а сталинизм как политическая система функционировала по-другому. И в этой связи и на Западе, и у нас очень большой интерес к высшим эшелонам власти в Советском Союзе. Я уже сказал насчет архивной революции, которая у нас была. Что это значит? Они были недоступны и архивы у нас высших эшелонов. Вот у нас несколько лет назад вышла совершенно уникальная книжка. Вот такой том. Это протоколы заседания президиума ЦК. Президиум ЦК это политбюро. Так, один период у нас любили менять название, значит, назывался времен Хрущева. Вообще так просто для вашего просвещения скажу, значит. Вообще у нас были разные периоды, когда разрешалось, когда не разрешалось делать сценографическую запись заседаний политбюро. Началось это еще последний год жизни Ленина, и при Сталине не разрешалось это особенно. И Хрущев не разрешал делать никаких, не вести никаких сценографических записей. но у него был общий отдел в ЦК. Возглавлял его один человек, фамилия была Малин, я его знал неплохо. Он присутствовал на всех заседаниях президиума ЦК. И вот он сделал такие карточки бумажные и простым карандашом вел запись. Поскольку был человек достаточно аккуратный, то он ну почти как стенограмма. Ну конечно это не стенограмма, потому что он писал все-таки, отбирал то, что люди говорили, но то, что соответствовало его голове. Когда Хрущева сняли, этого человека убрали немедленно, и эти карточки его, к счастью, не уничтожили, а сбросили в архив. Теперь они все найдены были. И сейчас вышел этот том, эти бумаги Малина. Это, конечно, открыло целое, я бы сказал, направление в нашей литературе исторической. Процесс принятия политических решений. Вообще это на стыке дисциплина истории и политологии. Но, как вы понимаете, это актуальнейшая вещь. И вот сейчас на Западе большой интерес к процессам принятия политических решений в Советском Союзе. Кто, как, были ли группы давления, то, что полагается в нормальном государстве, степень информированности и так далее. Как себя вели отдельные члены политбюро, насколько оно было монолитно, насколько нет. Вот этот сюжет, я думаю, будет продолжать интересовать. Он интересует и нас. если вы смотрите телевизор, не только для того, чтобы увидеть вас, самих сидящих в зале, так хлопающих хорошо, то вы увидите у нас тоже масса этих передач по всем программам. Кремлевские жены, Хрущев, его семья, Сталин, разных киров, ну, полно людей, значит, как это все было и так далее. это очень интересно для населения. Значит, этот сюжет сохраняется. И, конечно, очень большой интерес к перестройке, которая была в середине 80-х годов связана с именем Горбачо. Я был месяц назад, по-моему, на конференции в Вильнюсе в Литве и Литовске сделали конференцию «Перестройка». Я им привез там делегат человек 5-7, в том числе тех, которые работали с Горбачевым. Это, конечно, период очень интересен для них. Насколько он был предопределен, опять, значит, их интересует, насколько это все было заложено в каких-то закономерностях, насколько, с моей точки зрения, перестройка следствия общего полного кризиса системы, которая была, когда все слои общества уже были недовольны. Но, этот, я сейчас говорю, не об оценках, а о том, что период, который всех интересует. Очень интересует личность Андропова на посту генерального секретаря. Она и у нас очень мало освещена, кстати, в нашей литературе. И по архивам это не так просто себе это проследить. Ну и вот этот, конечно, момент перехода. Конец 80-х, начало 90-х годов. Следующий сюжет, который активно дебатируется в мировой исторической науке, применительно к нашей стране, это внешняя политика, это история войны. Вот по истории Второй мировой войны и Великой Отечественной, вот здесь, я бы сказал, наибольшая беспокоящая нас тенденция к искажению истории. И связана она больше, конечно, с нашими соседями. В Литву и Латвии, Эстонии были немножко поляки, но эта тема, значит, очень активно дебатируется. Здесь попытки поставить нас на одну доску с Германией, с элитарной, с нацистской, возложить на нас ответственность за начало Второго мировой войны. Здесь 45-й год, значит, вот насаждение режима в советских странах Восточной Европы, и вообще наша политика Восточной Европы, Ялта критикуются, конференции в Ялте, хотя какое-то впечатление, как будто Ялту мы одни подписывали сами с собой, хотя там стоит подпись Рутвельта и Черчилля. Вот этот период, конечно, вызывает наше наибольшее беспокойство. И вот эта политизация, идеологизация истории, о которой я сказал, она вот видна прежде всего на освещении вот этих событий этого периода. Но есть такие некоторые спорные, интересные, ну, не болевые точки, а спорные проблемы и в нашей более древней истории. Это даже в оценке девятнадцатого века нашей истории. Декабристы. Декабристы, которых с легкой руки товарища Ленина называли самыми лучшими революционерами в истории, сейчас, значит, с легкой руки некоторых наших историков считают первыми террористами в России. Все освободительное движение, люди которых поднимали на щит, народники и прочее, их вообще почти нет. Еще старый учебник, по которому вы учитесь, там еще это будет, а в новых почти это нет, они не популярны. Это, конечно, такие перекусы, которые, в общем, вряд ли оправданы. А раньше самые главные недруги наши были, это наши цари, императоры и вообще аристократия. А сейчас наоборот, сейчас это самые святые люди. Так, я бы сказал, апология российских императоров, хотя они заслуживают то, чтобы о них писали книги, рассказывали, но все-таки они имели не только плюсы, но и минусы. Не только сильные стороны, но и большие слабости, понимаете? Это было преступлением и расстрел царской семьи Николая Второго, но то, что Николай Второй уж не был таким святым человеком, это тоже очевидно. Поэтому, конечно, вот это, эти сюжеты, они вызывают большой интерес и в нашей стране. Меняются некоторые акценты в освящении татаро-монгольдхуига. Но его теперь так не называют, чтобы не обижать слухом слов, которые значит национальности, которые были, золото-ордынская ига и так далее. Но, в общем, это интересная вещь в связи с тем, что очень активно фигура Чингисхана и вообще этих людей очень активно поднимается в некоторых азиатских странах. В целом, повторяю, вот интерес к России явно меньше, чем было раньше, конечно. Менее враждебен, за исключением вот некоторых периодов и больше это не профессиональные историки, а больше такие люди из средств массоинформации и журналисты. Большой сюжет, конечно, связан с новыми государствами, возникшими на патре распада Советского Союза. Я просто хочу сказать об этом, я очень занимаюсь активно этим. 8 лет назад мы создали ассоциацию директоров институтов истории стран СНГ. Все подписали и каждый год мы собираемся. Все. Первые несколько лет и грузинский директор приезжал, сейчас они вышли из СНГ и он не приезжает, естественно. И мы обсуждаем там разные вопросы. У них, конечно, вот я уже сказал, повторюсь, идет процесс национальной, поиски национальной идентичности, создание своих национальных историй. Ну, я им как-то сказал, я говорю, знаете, у нас, в общем, добрые человеческие отношения с ними, я говорю, я лично считаю, что это нормальный процесс. Но только не надо делать за счет России. Вообще поиск национальной идентичности лучше делать на позитиве, чем на негативе. Рассказывать про застижение своей нации, лучше рассказывая о ее вкладе в мировую культуру, а не о том, что она должна была бороться с Москвой. И больше это не соответствует всегда действительности. Но эта проблема продолжает существовать. в частности в этих странах тоже довольно сложные, нам трудно найти подходы к периодам нашей общей истории. То есть когда мы были в составе одного государства, российского, а потом Советского Союза. Я как сказал, я говорю, знаете, вот Норвегия 300 лет жила в составе Швеции. Но от этого у нее нет синдрома антишведского. Они не испытывают никакого комплекса неполноценности. Это предмет для шуток сейчас, для анекдотов. Поэтому ну так история повернулась. Все-таки мы находимся на одном географическом пространстве и социальном, религиозном часто вместе говорить о славянских странах. Поэтому вот оценка общей нашей истории это сложный процесс. Это тоже международные наши проблемы. Но сейчас вот есть движение совершенно очевидное с приходом нового украинского руководства. А я очень тесно сотрудничаю с украинскими историками. У нас есть комиссия историков России и Украины. И в общем мы даже поговорим, что может быть сделать общее учебное пособие, учебники сделать невозможно, по освещению некоторых таких непростых моментов нашей общей истории. В центрально-азиатских республиках там есть своя теория евразийства. Евразия не как регион, не как континент, а как некое такое культурное образование, цивилизационное образование. Словом, вот эти сюжеты, они будут продолжать играть довольно большую роль, и они часто очень, конечно, политизированы. Это совершенно очевидно. В этой связи, скажем, стоит вопрос о национальных движениях на Украине прежде всего во время Второй мировой войны, оценки этого фактора, где тоже существуют разные точки зрения у нас с нашими украинскими коллегами. Но вот сейчас мы выпускаем один том, он называется «41-й год страна в огне», совместно сборник документов и статей «Россия, Украина и Беларусь». Хорошая, по-моему, книжка будет. Потом также хотим взять 42-й год, 43-й на архивах. Говоря о бывшем Советском Союзе, конечно, вот балтийская проблема, это наиболее сложный вопрос. Вот там очень сильный год были тенденции к своим оценкам, часто носящим такой очевидный выраженный характер критики Советского Союза, но и современной России. Но мы, я думаю, что лучший путь здесь отстаивание исторической правды, на путях сотрудничества, но также и вот то, что было сделано с Польшей. У нас длительное время с поляками главная болевая точка это была Катынь, известная, вероятно, это расстрел польских офицеров в Советском Союзе, которые мы не признавали, хотя документы были обнародующие в начале 90-х годов, сейчас вышли 4 тома документов по Катыни совместных российской польской комиссии работала, и в этом году на когда отмечалась годовщина Катыни, наш глава правительства ездил в Польшу и подтвердил еще раз официально о том, что мы несем, понимаем, что это было преступление сталинского режима, и это конечно открыло путь для совершенно новых наших отношений с поляками. Вообще вот как география влияет на исторические оценки, вот Польша, вот она находится, я им всем говорю, ну, не выбирают, вот так вы оказались между двумя гигантами, между Германией и Россией, вот так это и все время поляки и крутятся в этом треугольнике. Делили их, воевали они то туда они ориентировались, то сюда ориентировались. Сложные периоды польской истории, конечно. Масса книг вышла, кстати, Польша между Германией и Россией. А есть две такие здоровые большие книги Польша между Гитлером и Сталином. А вообще пример с Польши показывает вот по поводу Катыни и всего что для улучшения отношений важны два фактора. Во-первых, значит, конечно, желание, воля политическая, это ясно. Но с точки истории раскрытие правды. Знаете, вот как-то когда у нас может видели по телевидению показывали фильм Вайды самого крупного польского режиссера Катынь, то была такая круглая история, где мы говорили, что правда, любая правда всегда для отношений хороших, даже страшная правда лучше лжи. Это, кстати, относится ко всей истории, между прочим, моральный фактор. Поэтому это открыло путь для улучшения российско-польских не только отношений историков, но и стран в целом. Но в связи с этим возникли еще, я хотел относиться еще на двух вопросах, которые тоже интересуют сейчас. Одна тема называется мораль и история. Вообще существуют ли моральные факторы в истории? Моральные этические нормы в истории? Вообще существует такое расхожее мнение, что политика и мораль это вещи не связанные. Еще Макеавелли первый, так сказать, утвердил представление о политике как в весьма моральном деле. Я лично считаю, что связь существует. По крайней мере, должна существовать. Естественно, политик исходит из своих реальных интересов. Это, естественно, интерес страны, национальных. Но есть некие моральные категории и нормы, которые он не должен переступать. Они связаны с дискриминацией другого народа, они связаны с унижением другого народа, а не связаны с расовой нетерпимостью и другими вещами. То, что нужно для каждого гражданина, это нужно и для событий. И это очень важно, по-моему, этот фактор должен существовать при нашей оценке исторических событий. Если этот факт в истории может быть примером аморализма, циничного аморализма, связанного с унижением стран, людей, людей, то он так должен трактоваться, а не должен объясняться интересами политической целесообразности. Это тема историческая, философская, и она существует и в Западной, в нашей сотрудничестве с нашими коллегами. И второе с этим связана проблема религии. У нас в последнее время в нашей стране, но это во всем мире, есть международная комиссия, работала на этом конгрессе по истории религии церкви. И сейчас очень много новых интересных работ, касающихся истории православной церкви нашей. Вот мы начали только что проект представителя Папитического совета наш патриарх «История русского православного зарубежья». История русской православной церкви за рубежом. Пять томов. Это может быть очень интересная вещь. Это документы. Соответственно, идет обсуждение, вот был в Амстердаме целая секция экуменические процессы, то есть сотрудничество конфессий разных, взаимодействие конфессий. Была тема, связанная роль исламского мира. Я думаю, что эта тема будет усиливаться в мировой исторической науке. И, соответственно, она имеет прямое отношение к нам. Вы знаете, что у нас в школах введен обязательный предмет в первых, первых, четвертом классе, по-моему, или первый, пятый, четвертый класс. Но не во всех регионах. Как эксперимент, по-моему, в девятнадцатых регионах, значили в двадцати, там предложено было на выбор основы светской этики или история религиозных, основы религиозной культуры, или отдельные религии, кто хочет изучать, православие, ислам, иудаизм или буддизм, наши российские религии. но для меня это мы издали в свое время несколько лет назад довольно сильный учебник, по-моему, учебные пособия, значит, которые вызвали большие дискуссии религии мира. Вот, для меня это часть культуры. Религия изучается как часть культуры, феномен культуры. Но и как вот то самое мораль и этика, что многие моральные и этические нормы религии, они связаны с общими светскими нормами морали и этики. И как сегодня германский президент сказал, демократия это ответственность. Но в целом наше влияние, конечно, на международные конгрессы ослабло, потому что в связи с тем, что вот общая такая некая децентрализация происходит, следующий конгресс будет через пять лет в Китае. Ну, я представляю как китайцы, они очень ценят свое национальное и свои корни, и как они, сколько они вложат в это дело, и как Олимпиаду, как они проводили, значит, это будет. В заключение я хотел бы сказать, что вообще историческая наука занимает довольно значительное место в системе гуманитарного знания. всего мира. Потому что это наука о прошлом, но она очень тесно связана с настоящим и будущим. Обращаясь к прошлому, для того, чтобы лучше понять настоящее, а может быть и оценить, что ждет людей в будущем. Поэтому мы такое пристальное внимание должны уделить этим, я хочу закончить этой темой, проблеме учебников. учебники, учебные пособия по истории, вокруг них идет больше всего шума. Понимаете, я нигде не прочитал в газете, что вот, или в каких-нибудь журналах такого жесткого спора, даже про учебники по литературе. А вот по истории, значит, во-первых, все считают, я начальник сказал, себя специалистом, масса таких передач, журналистов, которые ведут свое собственное историческое расследование, что неплохо, я не противник этого. Но учебник все-таки, он не должен быть, я против, что был один учебник и одна точка зрения, но есть некий должен быть консенсус, как любят говорить, некое согласие между авторами все-таки с помощью министерства в оценке некоторых ключевых вопросов мы должны как-то все-таки иметь общую оценку, общую интерпретацию. Ну, скажем, в оценке истории Великой Отечественной войны. Для детей, для молодого поколения, для воспитания гражданственности, патриотизма, нужно иметь понимание вклада, роли нашей страны в победу. Нужно, чтобы все учебники были пронизаны идеей терпимости, уважение к другим нациям воспитывали у молодого поколения. Нужно то, что называется по-французски Лимаш де Леотер или образы других, чтобы мы культивировали положительные, позитивные образы других стран, других народов, и, соответственно, мы требуем от них, призываем их, чтобы и у них было такое же представление о России, о русских, о нашей стране. поэтому я думаю, что внимание общественности в этом смысле очень важно. Но нужна и обратная связь. Вот мы, этим я хочу закончить, создали недавно ассоциацию учителей истории и общества знания, всероссийскую. И в начале следующего года будет съезд учителей истории и общества знания. Я очень надеюсь, мне поручили возглавить эту ассоциацию, и я очень надеюсь, что там мы сможем обсудить насущные вопросы исторического образования в средней школе. Но самое главное выслушать не только тех, кто пишет, предположим, учебники, но самое главное выслушать самих учителей, чтобы это была некая обратная связь, чтобы мы поняли, как школа, как учитель реагирует на стандарты новые, на систему исторического образования. А в общем, я должен призвать молодежь, читайте исторические книги, увлекайтесь историей, вам станет понятно ход в развитии человечества, сколько в нем было всего интересного, сколько было великих достижений, страшных трагедий, сколько было страстей, столкновений людей, граждан, лидеров, какие самые разные факторы влияют на ход исторических событий. И тогда и ваша жизнь станет более, покажется вам, более интересной, более увлекательной и больше надежды на будущее. Спасибо. Гусак Андрей, гимназия 1529. Как вы считаете, насколько оправданным шагом в истории России была перестройка и была ли она неизбежна? Ну, это вот такой сложный вопрос, можем еще часа два говорить на эту тему, а может быть и больше. Понимаете, я уже сказал, для того, чтобы понять перестройку, надо посмотреть, что было страной до нее, в начале 50-х годов. С моей точки зрения, это мое личное мнение, но многие стоят на этой позиции. В стране был общий такой кризис, ну, слово застой не очень удачное, по-моему, слово. Был полный кризис в экономике, страна не выдерживала перенапряжение, связанное с вооружениями, промышленным комплексом. В стране был кризис продовольствия, в стране был кризис, абсолютно не было внедрения инновационных, весь мир уже жил в условиях революции технической, компьютерной революции, у нас все этого не было. И получилось так, что все слои общества были недовольны. Недовольны были люди, которые страдали от этого, недовольны были даже власть, придержащие различные социальные группы, которые были. Все жаждали перемен. Общество было абсолютно готово к переменам. Поэтому все с таким энтузиазмом встретили к середине 80-х годов приход молодого, энергичного генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева. Я очень хорошо его знаю, много раз с ним ездил, сейчас ездим на поездки разные. Золотых, Тимур, у меня такой вопрос. Если учебники по истории рекомендуются властями, так кто же сейчас все-таки формирует историю? Значит, я вам должен сказать, что с учебниками не так однозначно, как кажется. Значит, было принято несколько лет назад, все учебники, все, для средней школы, вузы, совершенно другая картина, должны пройти экспертизу в двух организациях. Это Академия наук и Российская Академия Образования. Российская Академия Образования дает экспертизу с точки зрения дидактики, там, правильно или построено и так далее. А вот наша Академия наук и наши институты, мы даем экспертизу по содержанию учебников. Все учебники доедино поступают к нам. И я вам должен сказать, что в Академию поступают все учебники по математике, по физике, по химии. Я вам должен сказать, в прошлом году почти 40% учебников не прошли экспертизу. А они были либо вообще отвергнуты, либо возвращены автором на доработку. Или по причине ошибок, которые там есть, и низкого уровня, не соответствующие общим стандартам. И так было между учебниками по истории. Но просто я вижу эти учебники, я уже сказал вот, в перерыве, что есть много новых, очень интересных, хороших учебников. появилось много. Надеюсь, что они в следующем году может быть и будут массово. А министерство на основании наших выводов экспертной комиссии, они идут в министерство. И вот на моей памяти не было случаев, чтобы министерство не рекомендовало учебник, если он прошел экспертизу. Или, чтобы она сказала, опротестовала итоги экспертизы. ни одного случая такого не было. А учебник, это все-таки надо иметь какое-то чувство ответственности выживая. Рекомендует его там функции и такие, и воспитательные. АПЛОДИСМЕНТЫ